Илья, добрый день! Добрый день! От подписчиков канала поступает большое количество вопросов о том, как применять препараты Organic Mix осенью. Летний сезон заканчивается, я бы хотел собрать все осенние вопросы воедино и сделать одну большую программу про ответы на эти вопросы. Давайте начнём. Можно ли одновременно применять осенние удобрения, эликсир осенний и препарат антизима? Да. Все препараты Organic Mix разработаны так, что их можно применять совместно. И при совместном использовании они взаимно усиливают друг друга. Поэтому не переживайте. Многие применяют сухое с жидким, жидкое с антизимой, а иногда все три препарата. Все спрашивают, лучше это делать в один день или разделять, как вам удобнее. Они сработают примерно одинаково. Второй вопрос, Илья. Спрашивают, когда нужно начинать использовать препарат антизима? В разных регионах по-разному. Но, к примеру, если вы говорите про однолетние растения, томаты, огурцы, то уже имеет смысл применять с августа. Если мы говорим про взрослые растения, к примеру, винограда, то тоже с августа. А, к примеру, для хвойных антизиму можно начинать применять с сентября месяца. Но общее правило, что с 1 сентября для всех растений это уже идеальный препарат. Илья, интересный вопрос про чеснок и лук. Как правильно подготовить землю осенью под чеснок, озимый и лук, в частности, если нет возможности провести севооборот? Если у вас нет севооборота, то начинайте с препарата почвочист и кальцигарден. Именно эти препараты решат вопрос с потенциальными вредителями и грибковыми заболеваниями. А для усиленного питания, которое понадобится из-за того, что вы опять же будете высаживать чеснок, а чеснок очень много забирает питания, вам придется еще добавить удобрения для луковичных от Organic Mix. А дозировки следующие. Удобрения для чеснока и луковичных 200 грамм. Почвочистая вам понадобится двойная дозировка, это тоже 200 грамм. А кальцигардена 150 грамм на квадратный метр. Рассыпаем, перекапываем, и грядка готова. И в идеале ее сделать за 20-30 дней до посадки. Можно даже за 40. Чем раньше, тем лучше. Еще один вопрос. Илья, здравствуйте. Когда надо прекращать поливать гортензии и розы специализированными эликсирами и переходить на осеннее удобрение? А с сентября месяца вы можете переходить. Если вы находитесь в Крыму или Краснодарском крае, то можно начинать с октября месяца. Илья, следующий вопрос про клубнику. Садоводы спрашивают, а чем можно подкормить клубнику после обрезки листьев? Лучшая подкормка клубники после того, как обрезали, это из жидких удобрений эликсир осенний, а из сухих удобрений это осеннее удобрение органикмикс. Сразу заранее скажу, что можно совмещать подкормку и сухим, и в этот же день подкормить жидким. Двойной эффект более усиленный. Илья, следующий вопрос про голубику. Подскажите, пожалуйста, голубика после плодоношения кормим сухим удобрением для голубики или уже осенним? Антизиму стоит применять для голубики? В августе мы кормим еще удобрением для голубики и совмещаем его с препаратом кислом. Начиная с сентября переходим на осеннее удобрение и можем добавлять антизиму. Для голубики имеет смысл применять антизиму, потому что это растение хорошо зимует только под слоем снега. И когда часть веточек у нас не укрыта, то для этого растение серьезный стресс, и он может плохо зимовать. Поэтому антизима его укрепит, но и заодно усилит, так скажем, усваиваемость питательных веществ после внесения осеннего удобрения. Как правильно подготовить посадочные ямы и что добавить? Какие удобрения добавить при посадке кустарников осенью? Так, кустарники сажаем следующим образом. В яму добавляем первое удобрение для посадки саженцев. Это самый важный ингредиент. Второе. Я рекомендую добавить, если у вас глина, обязательно структурин. Он тоже очень хорошо поможет. Именно созданию структуры. Дальше. Биогумус высшего качества обязательно хотя бы пару литров. Ну и, конечно же, при высадке самого саженца обязательно опудрите весь саженец и даже дно ямки специальным препаратом для укоренения биокорень. В принципе, именно для посадки саженцев этого достаточно. Для кислых почв и тех почв, у которых структура совсем плохая, но в сторону не глины, а легкости, еще рекомендую добавить кальцегарден, особенно для растений, до косточковых растений, потому что для них очень важно ПАЖ и наличие кальция. А для кислолюбивых растений, таких как гортензия, яму готовим с помощью удобрения для гортензий плюс кислон. Также, если вы сажаете крупнолистную гортензию, рекомендую добавить литров 40 на одну посадочную яму верхового кислого торфа. Примерно так. А дозировки следующие. Любого удобрения на саженец, на посадочную яму, нужно примерно 100 грамм. Но если саженец очень большой, трехпятилетка, не стесняйтесь, можете эту дозировку удвоить. Илья, и вопрос от новых подписчиков. Новичкам Органик Микс, с чего начать этой осенью? Что первое вы рекомендуете купить и использовать на своем участке? Я бы рекомендовал с осеннего удобрения сухого начать. Это в первую очередь все грядки в этом году заправить сухим удобрением. Если есть финансовая возможность, а также бы добавил к этой схеме еще 100 грамм на квадратный метр структурина и 100 грамм кольца гардена, так вы сделаете безупречную структуру, паш, как говорится, выстроите основания и упругие агрегаты своей почвы. На следующий год вы не узнаете свою грядку. Для подкормки деревьев я также бы использовал осенние удобрения. А для всех саженцев и растений, которые у вас многолетние и проблемно зимуют, я бы добавил плюсом еще антизиму. Это самая лучшая комбинация. Поэтому для заправки я бы купил ведро осеннего и среднюю банку антизимы и порадовал бы все свои растения. И последний вопрос. Возможно, есть какие-то препараты и решения у Organic Mix для борьбы с фитофторой? На сегодняшний день компания Organic Mix не заявила препараты от фитофтора. В следующем году начинаются активные испытания, и первыми попробуют наши испытатели. Испытателем может стать каждый из вас, если вы присоединитесь к группе испытателей раз в месяц. Мы выдаем новые препараты, которые появятся через год или через два. Но препарат для фитофторы будет примерно раздаваться в июне 25-го года. Но рекомендую вам заранее присоединиться к группе испытателей, прослушать там все видео, уроки, как правильно испытывать, и у вас будет возможность получить этот препарат первыми. Илья, спасибо за подробный ответ на вопросы. Если мы на что-то не ответили, и какие-то у вас остались вопросы, а возможно новые пришли в голову, то не стесняйтесь, пишите. А если вопросы срочные, то заходите в чат Телеграм, там есть специальный чат, кнопочка сверху справа, и рубрика «Ответы агронома». Каждый день с 9 до 18 наши агрономы отвечают на ваши вопросы. Не стесняйтесь присылать фотографии, видео ваших растений. С любой вашей ситуацией мы будем стараться помочь и довести вас до крутого результата.